Всем привет! С вами Дарья Йорк и сегодня я хочу показать вам 10 лучших летних бьюти-новинок, поэтому если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. Итак, первое, что мне хочется вам показать, это вот такой увлажняющий крем для тела от Jergens, называется он Natural Glow. Сразу должна отметить, что в 2016 году этот продукт, этот крем был признан лучшим на всем рынке. И я могу сказать, что это не просто так. Он мало того, что очень хорошо увлажняет кожу, от него есть потрясающий запах, но также самое большое его преимущество, что он придает загар. То есть вы его используете, можете каждый день его использовать и постепенно у вас проявляется загар. Мне кажется, это отличная альтернатива, особенно для девчонок, которые не умеют пользоваться автозагарами, хотя, если честно, я до последнего времени сама не знала и боялась ими пользоваться, то это отличная альтернатива автозагара, потому что ими на самом деле очень легко наставить пятен, если вы не умеете ими пользоваться. А вот этим средством просто это сделать невозможно, поэтому я вам всем очень-очень рекомендую этот крем. Лето в самом разгаре, а значит, что мы носим много красивой, но не очень удобной обуви, от которой появляются мозоли. И вы не представляете, как я раньше страдала от этой проблемы. Но я нашла средство, которое я теперь просто решила эту проблему, и у меня практически мозоли сейчас не появляются, за исключением, если я забываю намазать им. Это вот такой Friction Block Stick. Он выглядит, как маленький дезодорант, что очень удобно положить в сумочку. В общем, вы намазываете на те эре, где, возможно, потенциально будет мозоль. И поверьте мне, она не появляется. Я не знаю, что магическое в этом средстве, но действительно она работает, и если у вас есть эта проблема, то обязательно, обязательно, обязательно возьмите его. Оно действительно очень крутое. И второй крем, который я вам хочу показать, также от фирмы Jagens, называется Wet Skin Moisturizer. У него другие преимущества. Если вы хотите такой влажный эффект, сияющую кожу, то этот продукт для вас. Еще хочу отметить, что в его составе есть масло зеленого чая, что будет способствовать успокоению кожи. Поэтому, если вы сгорите на пляже, и у вас покраснение по всему телу, можете просто нанести его, и ваша кожа как можно быстрее успокоится. Так что да, я вам также его рекомендую. И следующее, чем мне хочется с вами поделиться, это вот такая маска от Beore. Называется она Self-Heating One Minute Mask. Эта маска предназначена для сужения пор и их очищения. И я могу сказать, что она действительно работает. Здесь написано, что ее нужно использовать 2-3 раза в неделю. Но я использую 1, иногда 2 раза в неделю, когда наношу постоянно тяжелый макияж. И я могу сказать, что я действительно вижу результат. У меня в последнее время очень расширенные поры. Я не знаю, в чем дело. Возможно, после зимы у меня как-то изменилась текстура кожи. Ну, в общем, это просто какой-то был кошмар. Но сейчас я использую эту маску и вам покажу сейчас другое средство от другого бренда только уже. Но сейчас не об этом. Она действительно работает. Я вам всем ее рекомендую. И также вы можете видеть, что в 2015 году она также получила приз от Allure. Здесь 4 небольших вот таких пакетика. Я бы не сказала, что вам ее хватит надолго. Но все-таки, если она работает, я готова ее покупать. Поэтому, если вам интересно, тоже можете присмотреться. Теперь мне хочется показать вам крем для лица. Он у меня от фирмы Paul's Choice. Называется Resist Super Light Daily Wrinkle Defense. Девчонки, у кого есть нормальная, жирная или комбинированная кожа, я вам всем его рекомендую. Потому что, когда началось лето, у меня вот эта тизона стала очень жирной. У меня появился этот блеск, который мне не нравится. Я, конечно же, использую всякие там пудры. Но, тем не менее, все равно нужно начинать с ухода. И этот уход, как раз-таки, который мне подошел. Прошлым летом я открыла для себя этот бренд. Я использовала полностью уход от этого бренда. Он мне безумно понравился. Моя кожа была, честно, идеальна, как никогда. Но потом моя кожа как-то привыкла к нему. И я уже видела, что такого эффекта я не получала. Я начала использовать другие средства. И я могу сказать, что моя кожа просто ужасно испортилась. У меня стали расширенные поры. Зимой я страдала также от сухости на коже. В общем, это просто был какой-то трэш. Но сейчас я решила опять вернуться к этому бренду. И вот на данный момент я вам показываю увлажняющий крем. Но на самом деле у меня полностью уход сейчас от этого бренда. Поэтому, если вам интересно узнать, какими конкретными средствами я пользуюсь, что я люблю, что я обожаю, то обязательно напишите в комментариях, и я сниму такое видео. Наконец-то мы с вами переходим уже к косметике. И мне хочется вам показать вот такой бронзер от Physicians Formula. Называется он Butter Bronzer. Вау! Это самый лучший бронзер вообще на всей планете. Честно, я использовала очень много люксовых продуктов, бюджетных продуктов. И я могу сказать, что просто ни один не сравнится с вот этим бронзером. У него идеальный оттенок. Он не отдает вражину, но в тот же момент он не сильно холодный. В общем, идеально подходит для славянской внешности. С ним невозможно перебощить, наставить пятен. С ним действительно легко работать. Поэтому, если вы ищете хороший бронзер, то я вам действительно рекомендую. Посмотрите на эту летнюю упаковку. Мне кажется, тоже очень круто. Кстати, этот бронзер пахнет пинаколадой. Здесь есть вот такая губка, ну, которую, если честно, я не использую. Я всегда ношу только кистью. И вот такое зеркало. В общем, удобное и очень компактное средство. Переходим к следующему продукту. Это вот такая губка для очищения кистей. В общем, пока вы делаете макияж. Я понимаю, что не у всех есть огромное количество кистей. И это абсолютно нормально, потому что вам не нужно огромное количество. В общем, это идеальная возможность для того, чтобы очищать кисти, пока вы делаете макияж глаз. В общем, смотрите. Например, у меня есть вот такая грязная кисть. И я просто вожу по этой губке. И она постепенно удаляет все тени, которые на ней есть. Вот смотрите, что получилось. Но я хочу отметить, что это не освобождает вас от правильной и глубокой чистки кистей, которую вы должны делать после вашего макияжа. Обязательно мойте свои кисти. Не забывайте про это. Иначе у нас появляются высыпания. А я думаю, что они никому не нужны. Сейчас мне хочется показать вам два вот таких кушена от Amore Pacific. Это корейский бренд. Мне он безумно понравился. Я люблю также крем от этого бренда. Но сейчас мне хочется рассказать о этих тональных основах. Первый кушен, который я вам покажу, это в серебряной он упаковке. У него SPF 50. Он вам не даст плотного покрытия. То есть он не перекроет ваши недостатки. Но он вам даст такой красивый, сияющий эффект здоровой кожи. Поэтому, если вы не любите плотные текстуры летом, то это ваш вариант. И второй кушен у меня уже в золотой упаковке. От этой же фирмы. В оттенке Light Medium Yellow. И вот это для девчонок, которые любят плотное покрытие. Я могу сказать, что когда я его ношу, то мне очень многие делают комплименты на мою кожу. Потому что он действительно очень классно выглядит. Также я его использую, когда иду на съемку. Потому что я люблю более плотное покрытие. Поэтому всем могу также порекомендовать. Следующее это мой must-have, без которого я просто не могу жить. Не то, что даже бы летом, а вообще в течение всего года. Это вот такая пудра от Laura Mercier Lucering Powder. Она предназначена для того, чтобы зафиксировать тональную основу на лице. В общем, для того, чтобы она не потекла никуда. Особенно летом мы все потеем. Все это прекрасно знаем. У нас тональная основа начинает забиваться в морщинки. И вот как раз таки, чтобы это все предотвратить. Для того, чтобы наша тональная основа держалась на лице весь день. Нужно использовать такую пудру. И я вам конкретно эту могу рекомендовать. Так же открытие последнего времени я приобрела себе вот такой Dior Skin Nude Air Luminizer. От фирмы Dior в оттенке 002. Это действительно классный хайлайтер. Я не пожалела ни одной копейки, что я на него потратила. Да, это не бюджетное средство. Но вы посмотрите, какое красивое сияние оно дает. В нем нет вот этих вот, знаете, некрасивых блесток, которые бывают в некоторых хайлайтерах. Особенно у меня есть один, который просто кошмар. И я не знаю, зачем я его купила. Если вы хотите, кстати, посмотреть видео о моих бьюти-разочарованиях, то также напишите мне в комментариях, и я сниму такое видео. Ну, в общем, тот хайлайтер это просто дизастер. Мне кажется, в жизни ничего хуже я не видела. Но этот хайлайтер действительно нереально крутой. Многие из вас спрашивали, что у меня было на губах в моем последнем влоге. И это была вот такая комбинация двух карандашей. Один у меня от Pupa в оттенке 04. И второй у меня от NYX в оттенке Natural. Эти два карандаша создают эффект пухлых губ. И знаете, есть иногда такие карандаши и вообще помады, которые без тональной основы выглядят не очень. То есть губы как будто отдельно от всего лица. А вот когда я наношу эти два карандаша, даже если у меня нет никакой тональной основы, они выглядят очень красиво и как-то освежают лицо. Я не знаю, но они выглядят реально обалденно. Если вам интересно, то я могу вам вставить такой мини-клип, чтобы вы могли увидеть, когда я их использовала вдвоем. И да, в общем, два вот этих карандаша это мои самые любимые-любимые-любимчики. На этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Напишите в комментариях, какое средство вам бы хотелось попробовать больше всего. А возможно, вы какое-то уже попробовали, поэтому напишите свой отзыв. А если не сложно, пожалуйста, поделитесь этим видео. А я вас всех целую. Пока!